МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦА НА ГОМИШИНЕ НЕДЯЖАНЫМУ СЕКТОРУ ЭКОНОМИКИ ВЕДАЯ ОЛЕХ СЕНТЮРОУ 38 тысяч субъектов господарания, минавитостойки приватных предприемств и индивидуальных предприниманников сегодня зарегистровано в Гомельской области. Только в этом году ены перелечения в бюджетом 3 триллиона рублей, без малого чверти от агульных поступлений. За увеком того, что это пока что постоянно повеличивается, необходимо мерковать, что законодательство по потребности малого и среднего бизнеса ждет дальнейшая гиберализация. С 2009 года коренным чином зменялись подыходы до регистрации приватных предприниманников. Кови до этого необходимо было отримовать официальный дозвол, да еще чекать амаль месяц. Теперь необходимо просто подать заяву, зарегистровать повинны на протягу суток. Сегодня у Коментации экономики Гомельского оборудования завершается распроцовка методичных рекомендаций для индивидуальных предприниманников по умовах ведения бизнеса в рамках Евразийского экономического союза, а так само зуликом зменению айчинного законодавства. На недержавный сектор экономики не просто великие надеи, на гомичный зым звязываются планы по росту реального сектора экономики. Ничего не максимального кажуть и нема, было бы жадание. У якости прикладу китайский опыт. Ни один из этих представителей китайских компаний никогда не сказал, что, знаете, какой-то там кризис, какие-то там проценты ставки высокие или еще что-то нам мешает. Ставят напряженные, можно сказать, запредельные задачи и самое главное их достигаем. Особливая увага к кредитованию приватных предприемств и индивидуальных предприниманников. Да дайте ходкости вашему бизнесу, это слоган одного заячинных банков. Усей разумеют, риски невертания кредитов от недержавных предприемств, особенно начинающих свою деятельность, могут быть достатково великими. Али с другого боку, гэты сектор экономики сдольны эффективно працовать во умовах рыночной конкуренции с худким переходом на выпуск заправды запотребованной продукции. Это предприятия все-таки более рисковые, потому что они не имеют достаточно залогов, не имеют недостаточно оборотных средств. Понятно, что здесь риски больше для банков. Но если говорить в целом, все-таки эти предприятия могут быстрее перестраиваться на новые рынки, изготавливать новую продукцию, особенно, что касается производственных предприятий. И им проще перестроить свою стратегию, оптимизацию численности, оптимизацию продуктов, процессов. В последний час Гомельская область становится все больше привабной для замежных деловых колов. Правда, по широку причин представников далекого замежа сярует их не вельми шмат. За последние пять годов, например, в регионе зарегистровали 130 малых и средних предприемств с российским капиталом, 50 с украинским и только 13 с польским. Теперь этот перекос плануется выправить, а тому на нараду по пытаниях развития бизнеса запросили гандлевого советника посольства Польши в Беларуси Дбигнева-Шмуневского. Представники этой краины сегодня могут зарегистрировать предприемства практически на таких же умовах, как и местовые предпринимательники. Мы будем им предлагать, что тут Гомельскую область и территорию Гомельской области, потому что тут вообще интересна и промышленность, и люди, и экономика этой области очень интересна. Олег Синчуров, Валерий Гапаньков, телерадио-компания Гомель. Спростить процедуру прохожения контролю, скоротить черги и не покинуть максимум сил для контрабанды. Система обмену попередней информации помеж мытнями Беларуси и Украины почала работу в пункте пропуску «Новая Гута». Бюджет проекта больше, как 4 миллиона евро. Какие перспективы у системы и у чем-то и другие особенности, ведают наши корреспонденты. В символичный натиск электронной кнопки система «Прыникс» начинает опрацовывать информацию. Сегодня взаимодействие мытных служб Беларуси и Украины выходит на новый уровень. Система не только спрощает оформление документов, а лескарачает час чекания на мяжи. Фура с товаром ясшиз находится на беларуским боку, а уседаденные про ее в режиме онлайн уже есть во украинских мытников. Тому про перасячение мяжи оглядать и проверять ее не треба. Одинная система обмену информации отповедает усим международным стандартам. Агульная цена проекта больше, как 4 миллиона евро. Распрацовали его беларусские и украинские специалисты, а так само международные эксперты. Обмен информации был и прежде, но он был такой, знаете, не в режиме реального времени и не системный. С введением этой системы мы получаем более тесное взаимодействие. Думаю, что примерно процентов на 30-40 будет сокращено время. А также, что на более характерны те грузы, которые уже проверены и надежным образом отправлены беларуской стороной, они просто будут исключены из группы риска. Пункты пропуску «Новая Гота» и «Новая Ярыловича» отримали новое специализованное обсталявание. Амаль по сотне мытников Беларуси и Украины обо двух боков пройшли на вучение у Европы. Мы хотим поблагодарить Беларусь и Украину за то, что они взяли на себя инициативу по реализации такого проекта. Я считаю, что это поможет обеим странам, их экономике, государствам и улучшит межличностные контакты. Новая система, сгодно со словами специалистов, не покинет шансов для контрабандистов. Изначально во главу угла мы ставили вопросы безопасности. То есть безопасное трансграничное перемещение товарных потоков через границу Беларуси и Украины. Как следствие, повышая безопасность, мы выходим на инструменты, позволяющие упростить совершение таможенных формальностей при трансграничном перемещении грузов. В перспективе система «Принекс» появится на всех пунктах пропуску беларусско-украинской межи, затем на всех остальных погранпероходах краины. Олеся Рудзянкова, Вольга Холодович, телерадиокампания «Гомель» при патринце агентства теленавинов. До инших тем. На Гомельшине завершилась громадская акция «Дорогое слово мама». На протягу ты дня у делу ее приняли каля 300 шмадетных и молодых мать из усих районов в области. Программа акции продуглеживала проведение широкого святочных концертов и приемов с урушением подарунков от организаторов областного отделения Белорусского фонда «Миру». Финальным аккордом стал урожистый концерт, який отбылся в Гомеле. На им побывал наш корреспондент Вероника Ворошилина. По традиции урожистая закрытие громадской акции «Дорогое слово мама» проходила в Гомельском державном дорожно-будовничном колледже. На яркое ведущное шоу запросили женщин-мать из Гомеля, а так само Ветковского и Добурского районов. Заслуженных мать и ветеранов працы на святе сустракали хлебом с солью. Хлеб в соль принимаю заслуженные матери, ветераны труда. Сегодня та громадская акция «Дорогое слово мама» юбилейная пятая палейку. И она собрала в актовой зале женщин разных взрослых и профессий, яких объедновывая отдельное гоноровое звание мати. Задача нашей этой акции – прежде всего сказать доброе слово нашим матерям за ту большую работу, которую они проводят по воспитанию нашего подрастающего поколения, за ту работу, которую они проводят на производстве, и за ту работу, которую они проводят в плане миротворчества, миролюбия. По часу расчистости организаторы ушановывали у дельниц у шматликих номинациях. Жанчина-керовник, молодая шмадетная мать, а так само жанчин, які народили дяті 21-го вірусня у День миру, і тих, що займаються активной громадской і миротворчай дейностю. За пять годів проведення акції «Дорогое слово мама» у знагорода і подарунки отримали більше як тысяч жанчин. Подобные у расчистости на Гомельщине завсёды проходять у тёплой сяброской атмосферы. І у гэтам заслуга организаторов. Гомельское отделение фонда мира является для нас флагманом в работе. Такое огромное количество проектов, такое огромное количество программ. Оценивать работу Гомельского фонда мира можно только самой высокой оценкой. У наступным годі акція «Дорогое слово мама» протягні своё шэстя по Гомельщине. Бо пакуль на землі живую жанчин, які наслушать добру, житя, любству і млосерності, а берагають материнськой молитвой і любов'ю, мы повинны быть удячными і уважливыми у своїх учинках. І обов'язково шановати бірахчы, гэта біцценнае щастя. Вероніка Ворошеліна, Ігор Марышчанка, Телерадоя Кампанія Гомель. Новини регіони, інформацію о проектах Телерадоя Кампанія Гомель вы можете знайсті на нашым сайті у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтам випуск завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усього доброго і до зустрічі у ефірі. Редактор субтитров О.Голубкина Коректор А.Егорова Субтитров О.Голубкина Коректор А.Егорова